О, да есть же ж, и новый курьер какой-то, отлично, нахрен он не нужен мне, дайте игру посмотреть, хорошо, 10 минут там уже идёт игра, да бог с ней, так, надо это всё же переименовать-то, репортажа ещё нету, потому что я не успел его сделать, а мы уже стример. Тут экшен как раз идёт, страшное просто, разрывалово-унижалово, эмпайр сливаются, охренеть эмпайр сливаются, этого не может быть, глава под ультом, отличный стан от Лины, странная фень какая-то. Так, короче, началась игра, я быстро всё переименовываю, ТПЛ-4 есть, это есть, ну и всё, ладно, больше нигде писать не буду, я думаю, кто смотрит, кто смотрит. Как сыграли эмпайр? Вот сейчас эмпайр, собственно говоря, играют, я не буду убирать задержку, потому что это всё время, и это реально вам не понравится. Играют, итак, давайте посмотрим состав команды эмпайр, габлак, сайлент, скандал, блубьюбрейн и фаник. Собственно говоря, состав команды АЛ, Маня, Мигель, Миракл, Райс и Юнифорн. Иксо, иксо, так, настреливает Юнифорн, убивает, хорошо, клопа даёт скрим, убивает также. Ой-ой-ой-ой, много урона получает, сейчас, Клокверк даёт ульту, отхиливается сайлент с помощью стиков, скандал, хорошо играет ульт от Лины, минус Лина. Размен был, 2 в 3, в пользу команды эмпайр, давайте посмотрим. Эмпайр ведут очень много золота, я уж не знаю, как так получилось, но видимо у них всё очень хорошо. Итак, кто на ком играет? Миракл играет на Магнусе в миде, играет достаточно неплохо. Райс играет на Шадоу Демоне, против фаника стоят. Или не против фаника, непонятно, в общем, стоят они против фаника или нет. Гирокоптер, кстати, неплохо подфармил, Маня на линии тоже кое-что имеет. Райс, уже называли его фаник на Дарксире, практически с мекой, габлак с арканцами бегает. Это Квапан, который, кто играет, правильно, Скандал. Сайлент на Бэйне и Блава. Ну, видимо, с Вивером играет, вот как раз то, что говорил Элидан, что Вивер очень силён в трипле и пользуется этим. А, скорее всего, фаник стоял у нас. Ну, сбей ракету-то, у тебя же Джиминай, а так это что? Блава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по четверым станут. Гирокоптеры сейчас все разлетятся, что сотворили, Аэл? Какой же ты умница, Миракл! Это просто охренеть! Какой ульт Магнуса! Туда же входит прокаст лины. Выжить шансов не было никаких, абсолютно. Называется, не сбил ракету вовремя. Очень странная игра от главы была. Ох, боже мой. Ой, боже. Может, после этой игры, кстати, будет у нас всё-таки Стоп Стар. Солкетчер на главу. Кто-то кидывает пауков. Нахрен это нужно, непонятно. И пугает саппортов. Команда, Аэл, яблова! С Виталити Бустером и Транквилами. Бойтесь меня. Да, ну, конечно, Миракл. Охренеть, как залетел. Мне кажется, Эмпайр это не понравилось. Сразу все графики в ноль. И было преимущество, там более 5000. Стало менее 5000, что не так уж и критично. Ну, конечно, конечно, Эмпайр явные фавориты. Я очень сильно удивлюсь, если Аэлов смогут обыграть. Это что-то из области фантастики будет. Ну, тем не менее. Я, кстати, даже не знаю, БО-1 или БО-3. Надо будет этот момент уточнить. Майлбот. Да, ну, реально, мне не верил. Я ввожу код подтверждения. Он говорит, ошибка... Вы, вы, говорит, это... Ошибка проверка человечности. Ты, говорит... Сволочь последняя. Ракидон! Бам! Герокоптер живет. Отвратительно играет. Нет, хорошо, Шадоу Демон спрятал герокоптера. Фаника минус нуля. Неплохо схватили клопверка. Клопверк что-то взял, фиданул зачем-то. Улетает отсюда Райс. Не улетает отсюда Райс. Трипл килл от Блавы. В этот момент убивает еще и Маню. Четыре в один размен. А что делал Магнус непонятно. И Магнус великолепно! Ульт в одного. Блин, Магнус, ну ты чего? Миракл. Ты такой ульт выдал. Что ты делаешь? Почему тебя нигде не было? И зачем ты сейчас заултил в несчастного Бэйна? Что он тебе такое сделал? Что ты профукал свой драгоценный ульт? С большим кулдауном. У вас же сейчас могут... Ну нет, наверное, задайвить не больдут. Но все равно... Даже не то, что он потратил ульт в одного Бэйна. А что он раньше-то не был в драке. Да, 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 да. Интересно было посмотреть на реакцию чата. Там просто... О, ло, ло. 15-18. Я не могу сказать, что Эмпайр уверен на игру этого играет. Но вообще... Мой прогноз, если вас, конечно, он интересует... Это... Победа Эмпайр... С очень большим преимуществом. То есть и в принципе он еще, ну... Может реализоваться. 40 секунд не будет еще и там Агнуса. Потому что, ну что, ну да, там... Ой-ой-ой. К облаку больно. Ну, немножко нафидели сами имперцы. Ну, слушайте, они сейчас реально могут очень круто нафидеть. Тут, правда, Сентряк все под смоками видит. Магнус... Ну, готов Магнус. Магнус сейчас даст даггер. Забежит и всех убьет. Бэйн. Еще ракета. Ать! Не попал. Неплохо. Поймали Магнуса. Клопа. Увозят Клопу. Зачем-то ульт от Лины. Все, никого не убивает. Ну, как можно дать ульт Лины и никого не убить? Клопверк тоже дал свой ульт. В никуда. Поймали Райза. Райза бьют. Вакуум просто отличный. Фаник всех продолжает сжечь. Минус Клопверк. Неплохо дает ульту Магнус. Магнус тоже умирает. Три в два размен в пользу команды Эмпайр. Три в два размен. Короче, опять какой-то бред сотворили АЭЛ. Ну, то есть, вы даете два таких достаточно... Две ульты. Это Клопверк и Лина. И никого не убиваете. Это очень плохо. Ну, хотя бы просто, учитывая, что Эмпайр были на Рошане, ты дал две ракеты туда. Если ты попадешь ультом, и Лина даст какой-нибудь там свой... Я не знаю. Вот этот вот... Драгон Слейв. Это будет беда-борода. Ой! Ой, 12 хп! Так, ладно. Шатый фашон. Хорошо. Фанника убивает. Клопверк на этот раз не сплоховал. Все-таки влетел, казнил Фаника. Оля там жалуется. Пишет, что... Блин, как так-то? Как так-то? Ну, по поводу первой игры, сегодняшней штоп, это просто лол. Какое-то чертово недоразумение. А уже все остальное... Нормальная игра. Магнус. 7 секунд до ульта. Неплохо может, кстати, улететь. Ракета. Раз, два, три. Скандал разбирается с этой ракетой. Ладно, давайте сконцентрировемся на игре, потому что я вообще расслабился, блин. Ну, по-моему, здесь все, ну, очевидно. Ну, то есть, как Эмпайр не фидят? Как они не проигрывают там драки какие-то? Все равно они ведь выиграют. Ну, просто они настолько выше классом. И все равно Айл что-то не доделывает. Ну, хотя вот, можно еще пофидить. Вот Габлаг. Ставит тамбу. Просто умирает на миде. Непонятно зачем. Просто выходит. Убивают. Все отступают от тамбы. Даггер. С линкой, кстати, попает. Очень интересный айтем. Магнус Сульфон. Квапа дает еще один скрим. У нее линка ебается вообще нечего. А там все потратили на зомби. Но, тем не менее, зомби-то нету. А каких-то дивидендов не извлекли. Спокойно фармил Мигель на топе. Хотя фармящий Клоквер. Это не самый крутой вариант. Вот Геррокоптера бы пофармить. Но факт остается с фактом, что просто умер Андайн. Все прилетели. Что-то попытались сделать. Ничего не сделали. Квапа с линкой. Блин, а вот квапа с линкой, по-моему... Не, по-моему, это шляпа. Ну, то есть, мне кажется, надо было БКБ. Линка, понятно. То есть, почему линка, а не БКБ? Потому что линка дает хороший реген. То есть, очень хороший реген. Видите, 7,9 маны в секунду. И еще и дает тебе способность выживать. Но это... Не такой айтем, как БКБ. Ну и опять, просто умирает саунд на том же месте. Эмпайр, вы что? Ну, чего вы делаете-то? Да вас же там кто-то мог деньги поставить. Тангу. Кто-то поставил козырную шапку на какого-нибудь... Блин, не знаю кого. Вакуум. Ой, неплохо, неплохо. Ульту удали. Хорошо. Дарксир убивает одного. Во, второго иллюзии Лина умирает. Все, вразмен на Бэйна. Ну, о чем и речь. О чем и речь? Что, как? Даже Фаник сейчас попробовал стянуть от ульта Аквапы. Ну, естественно, не специально. Но так получилось, что он чуть не вытянул из ульта Аквапы. Тем не менее, скандал своей ультой попал. И нанес какой-то терребл урон. Такое ощущение, что АЛ даже... Ну, вообще не были к этому готовы. У них там Магнус с Даггером. Который готов, да и должен врываться, инициировать. Они что-то все попадают на вакуум. И, ну, понятно, что это там может быть не так-то и просто. От вакуума тоже, знаете ли, не увернешься. Ну, у Дарксира же не стопроцентный винрейд. Если бы связка Дарксира Квапа убивала все живое, наверное, ее бы пикали все время или бы банили. Квапу не так уж часто пикают и банят. Опа. Магнус. Здорово. Великолепная игра от скандалов. Просто роман красава. Минус линка. Минус ульшадоу демона. Шадоу демона умирает. Получает две тычки. Бэйна его просто догрызает. Скандал идет дальше. Линка еще не откатила. Получает дохрена урона. И... Нет, вот это вот было уже реально странно. Но первый раз скандал умер вообще правильно. То есть, почему он умер и как он умер? Он стоял, видел, что у Магнуса есть. Ульт стоял, просто с ним менялся. Магнус у него ультанул. Ульта у Магнуса нету. А там-то оказалось, что еще Аегис есть. Ну, Аегис с запасиком там был. Ставится Тамба. Гирокоптеру с этой Тамбой еще не сделать. Ракета летит куда-то в Вивера. Встанет его. Вивер не успевает идти в НВИС. Тамба до сих пор стоит. Спавнится зомби. Ракета от Клокверка. Магнус сейчас вылезет. Но у него до сих пор, естественно, еще идет кулдаун. Фортификейшн. Вакуум опять хороший. Сон на Лину. Продолжают спавниться зомбики. Влетает сюда гражданин. Ух ты, неплохо как затянул сетку. Ульт Гирокоптера. Минус Сайлент. Вивер тем временем подгрыз. Все-таки вышку получает ракету. Ульт на зомби. Зомби бежит под Сурджом. Прячет его. Ульт проходит. Ой, лоу. Но все равно умрет, конечно. Габлак. Минус Габлак. Ой, находит вивера и вивера убивают. Ну что творят? Эмплайр просто фидит, фидит и фидит. На самом деле, вот хорошим такое может не кончиться. ВП-команда, которая тоже нас... Ну, как я считаю, гораздо сильнее фнатиков. Но для них-то вчера все печально закончилось. Тоже расслабленность была. И здесь тоже вроде в мясо, в мясо, в мясо. А вот у Блавы-то на самом деле 5-5. Да, у скандала 14-2. Ну, и Герокоптер-то тоже убивает и качается. А Герокоптер это сильный герой. Герокоптер плюс Магнус связка, которая вдвоем... Это вот реально не преумельчение. Эти два героя вдвоем могут положить пятерых. Реально могут. Но ничего ты с этим не сделаешь. То есть, если ты попал под Магнуса, все. Там тебя просто Герокоптер уже накажет. С высокой дойной вероятности. Лина. Это плохо. О чем мы речь? Просто вот. Но это, правда, два было. Скорее, не вдвоем два героя покарали пятерых. А пять героев покарали двоих. Но все равно. А ульт Магнуса минус Бэйн. Минус Дарксир. Вот, кстати, минус Дарксир. Это уже реально плохо. Он не успел ни меку, ни пайп нажать. Потому что не вышел из стана. Блин, ну вот что за... Почему я не могу отучиться печатать? Когда-то альтабаться. Это реально уже меня самого бесит. Так, короче, все. Собрался. На самом деле, это очень легко от этого отучиться. Нужно второй монитор брать. И реально стремиться к второму монитору. Все так, в общем, и делают. И так от этого и спасаются. Клопер почти с мекой. Напомню, что после... А, ну вообще для вас это стоп-старт будет очень быстрый. То есть, я достримлю, выключу эксплит. Дойдет стрим до конца. И я его включу заново. Только уже без задержки. Паник. Получает ракету первую. Блин, вторую. Смешно. Здесь у мани... БКБшка. За кого мани играет у нас? Мани-то играет у нас за... Не работаю до этого. За кого играет мани? За Лину. А зачем ему БКБ? Или это не БКБ вовсе? Есть у него ветерки. И Магнус будет делать рефрешер. У Глокверка есть уже мека. У Гирокоптера. Почти БКБ. Хорошо. Ой, ой, как мы спрятались. Нас никто не видел. На-ка! Нет, в одного Дарксира. Дарксиру нужно успевать все кастать. Он не опять ни меку, ни пайп. Не успел скастовать. Или стоп. Это Вивер был, лол. Дарксир-то как раз ушел. Вивер дает меку. Дает пайп. Но все в одного. Гирокоптер сжигает. Хорошо. Квопа очень влетела. Ондайн забирает Лину. Не, все. Глоквер тоже не уйдет. Ну, конечно, в фейс-паум. От Магнуса. Сейчас его за этот скандал накажут. Хотя пока что кто кого еще накажет. Бах. Дагирок. Триплкилл. Триплкилл. Пять в два размен. Да, ульт в одного Вивера, наверное, это не очень хорошо. Ну, то есть, если бы цепляли сразу Дарксиры, их двоих бы разрывали. Было бы лучше. А так Дарксир выжил. Дал себе меку. Дал пайп. Клокверкова заковырять не смог. Андайн тоже выжил. Урона не хватило. Все это под тамбой. Влетел скандал. Просто разничтожил. Разничтожил. Очень сильно попакивает 1-0. Вот уже минутка. Много. Много и долго. Опа, Лина. Ветерок. Холодок. И ульта. Приятно. Играть за Лину и ультовать в любого героя. Но не очень приятно ультовать героя с пайпом. Ты его практически не пробиваешь. Но, тем не менее, какой-то урон там был нанесен. И во многом благодаря этому забрали. Клокверк фармит ракеты. У Герокоптера до сих пор нету БКБ. Вот, кстати, реально было бы БКБ. Он просто так сыпется от клопы. Нереально. А сейчас я вот скажу, как будет. Как я вижу следующую драку. Начинается драка. Герокоптер такой. Сейчас я как нажму БКБ и всем раздам. Тянется кнопочки. Ну, я не знаю, на что у него там забинжено. Нажать БКБ. И за долю секунды до того, как он ее нажимает, прыгает. Скандал, дает ему хекс. И он еще не успевает сделать. Потом он, может быть, нажимает БКБ, но уже его поймал Бейн. И, короче, все плохо. Не знаю, это, конечно, знаете, просто пальцем в небо. Ну, то есть так, почему так должно быть? Никаких предпосылов к этому нету. И не может быть. Но у меня вот чувство, что вот именно так все и будет. БКБ раскупил себе ПТ-шку. Вообще все, огонь. Находит здесь Рошана. Опа, Рошан. Опа, минус Рошан. Это все никто не палит, никто не контролит. Рошан умирает. Это опять Аегис. Опять его скандалы будут разменивать. Или даже Вивер забирает. Да, Вивер забирает Аегис. Улетает тут же Квапа на топ. Расставлены иллюзии Квапой. Все четко контролили. Ну и тут собираются Аэлы нападать. А моменты не очень хорошие для нападения. Ну, потому что там Аегис. Вивер, несмотря на 6 смертей, МКБ. Ну, из-за того, что вышки пушатся, плюс он кого-то, как правило, забирает сначала перед смертью. 5-6-10 ассистов. Есть МКБ, Витальти Бустера, Аеги с 1200 хп. Ну, МКБ это ключевая тема. Это очень мощно. Много урона Вивер дает. Что-то приехало у нас с Линей. Нет, или Клопвер. Или Шадоу Демона. Ташка Шадоу Демона, наверное. Очень битая вышка. Эмпайр пытается зайти, но зайти очень тяжело, потому что Шадоу Демона отпушивает Шадоу Пойзоном. Опа! Ладно. С Киксом я был неправ. Ставится Тамба. Эту Тамбу сейчас просто разнесут. Гирокоптер не нажимает БКБ. Стенка великолепная. Клопвер плетает в Виверка. Виверок. Отличный ульт. Магнус. Неплохо. Ульт Гирокоптера. Падает Вивер. Проказ. Фаник живой. Фаник уже все раскастовал. Ульт Гваппы очень неплохой. Скандал запрыгивает. Нет, он наоборот спасается. Вивер бежит за Клопверком. Урона очень много наносит. Нужно сбивать с себя пауков. Сбивают с себя пауков. Здесь же скандалы поднимают воздух. Зачем-то. Размен один в ноль. Начинает бить барак. Это Багдор. Багдор. Защита работает по полной. Ультов нету. Аегиса нету. Даже два в ноль была разменка на самом деле. И отбиваются. Но даже не сказать, что прям отбиваются Аэл. Они очень хорошо отбиваются. Клопа. Готовы здесь что-то кого-то покарать. Кого-то, кто будет очень неосторожен догонять. Но Аэл все правильно делают. Не стали гнаться. Ну что, минус Аегис. Минус Undying. И у Магнуса второй ультимейт. Второй ультимейт очень быстро откатит. Куда ты побежал, слон? Слон побежал на топ. Зачем-то. Ну то есть 30 секунд кулдаун с Кьюера. Не проще ли дать Даггеру, который 14 секунд кулдаун? Либо Даггер уже был на КД. Магнус сейчас будет ловить. Здесь есть Бэйн. Бэйн без Финсгриппа. Ой, а кто еще и кого будет ловить? Майор Бэйн. Да, стоял Вард. Мирокоппер забирает килл. Скандал не может подойти. Магнус видит Вивера. Вивер уходит. Магнус получает Хекс. Клоппа раскастовывается в Магнуса. Клоппу подбивают. Подбивают наверх. И дайвай Блинк. Нет, не успевает. Ульт Клоппа складывается. Зомби ставит Тамбут. Клоппер их запирает всех. Нужно Тамбут ломать. Тамбут ломают. Магнус дает великолепнейший ультимейт. Вивер должен этого Магнуса убивать, но не успевает. Просто Магнус убивает Андаинга. Ставится стенка Дарксиром. Клоппер затарактел бедного Фаника. Фаник умирает. Остается один лишь только Блава. Блавен отыкивает Линну. Очень больно. Шадоу Демон в итоге забирает фраг. Это 5 в 1. Ух-ух-ух. Эмпайр. Слушайте, а... А как дальше-то играть? Вивер, конечно, крут, но не против Магнуса. Вивер против Магнуса вообще не может играть. Ну, то есть, одна ульта. Все, и ты стоишь, ты ничего не сделаешь. А там-то, помимо Магнуса, Геракоптер. А вот Геракоптер... Это герой, которому все равно, что там за набор героев у соперника. Если он живет, если он выстреливает свой флагкэнон ультимейт бараш... Это, как правило, заканчивается очень плохо. Тамбу с каждым разом срубать все легче. Потому что, чем больше хп... О, чем больше урон, естественно, тамбу рубить все проще и проще и проще. Ой, блин, там началась... Короче, я не буду говорить вам, что там началось. Ну, я болею за быструю. Давайте, заканчивайте. Не, я скажу. Короче, Virtus.pro по КСу играют с НИПами на параллельном стриме. Это... Вот никогда, если вы собираетесь стримить, никогда такого не говорите. Ну, вы просто потеряете зрителей. Но я не могу, как бы... Всем, кто любит посмотреть КС, или, ну, просто там, любит поболеть за ЛП, или за наших вообще, потому что Virtus.pro на данный момент единственная команда в СНГ, которая может с НИПами конкурировать. Ну, то есть, есть там еще несколько коллективов, но, как мы видим... Ну, и то непонятно на самом деле, потому что с НИПами никто не может конкурировать. Даже так, правильнее сказать. Они там всех разрывают. И вот шанс есть у российской команды. Короче, я бы рекомендовал реально посмотреть. Ну, можете досмотреть Доту. Там КС, и КС, скорее всего, игра такая. Тоже не короткая. Клокверк фармит себе Аганим. Ситуация... 6000 всего лишь преимущества на 35-й минуте. Шикарно. По опыту даже впереди. Это играбельно. Это более чем играбельно. Здесь Клопа с Гемом. Отлично. Гем, главное, не проиграть. Не потерять. Смок разбили. Да, слушайте, сейчас врыв от Магнуса будет хорошим. Ой, у него рефрешер. Короче, один врыв от Магнуса и просто минус 5. А Эгиса нету на этот раз. Причем, реально, ему сейчас можно кастовать чуть ли не в одного ультимейн. Бэйн попадает. Ультимейт в одного. Мана хватает на второй ультимейт. Так себе ультимейты. Мека отличная. Где стенка от Дарксира? Стенку ставит. Немножко лагает анимация. Магнус забирает Андаинга. Райз откидывает Соулкетчер. Вивер дает ульту. Райз выживает. Лину убивает Бэйна. Лину пытается убить Клопа. Очень много иллюзий. Дарксир добивает Лину. Ну, размен 2 в 1. 2 в 1. И то, потому что... Только потому что АЭЛ сделали все посредственно. Ну, то есть, Эмпайр красавцы. Эмпайр стояли очень разрозненно. И лучше сделать было реально тяжело. Можно, но тяжело. Первый ульт Магнуса был в Соло Клопу. Второй в Клопу с Андаингом. С Бэйном разбирался Клокверк. Размен получился 2 в 1. Все потратили все свои ультимейты. У Магнуса пошел откат на рефрешер орб. 112 секунд. Но размен плюсовый. Размен плюсовый. Там Вивер на самом деле чуть-чуть не сдох. И поверьте мне, это только начало. Вивер уже тяжело. Дальше будет еще тяжелее. Ты просто попадаешь под один стан, ты из него можешь не выйти. А урона Вивера не хватает, чтобы даже добить шадоу демона быстро. Я не смотрю КС. Если вы не смотрите КС, вам резонно переключаться вообще куда-либо. Никакого нет. Вы можете оставаться и смотреть великолепную игру Empire. Ну или не очень. Ой! Скандал. Ну там Пойнт Вустер был, не страшно. О, вот это страшно. Гирокоптер МКБ появилось. Это очень страшно. У Магнуса уже откатил первый ультимейт. Через 60 секунд будет рефрешер. И опять будет 2 ульты. Если Магнусу ничего не сделать, а ему сделать что-то очень непросто, маны уже хватает на 2 ульты. Ой, 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 ой. Какой за ход здесь. Очень мало игроков Empire, но это просто минус Бейн. Да нет, ну не надо подходить сюда. Квапа зачем-то ловит ульт. Квапу сейчас просто могут стереть. Ульт в линку, квапу стирают. Ну лол. А он дай ангестерат. Что вы сделали? Зачем? Ну просто где-то бегает Фаник в лесу, где-то вообще непонятно где находится Вивер. Вы втроем. Квапа не успела блинкануться. Знаете почему? Из-за Клокверка. Он гей Беттери Ассалтом не давал сделать блинк. Сбивал анимацию. Два раза сбил, на третий раз ей что-то там прилетело. Несмотря на то, что ульт Лины был в молоко. Да это 1-0. Это 1-0 в пользу АЛ сейчас будет. Причем я не могу сказать, что Empire, ну где-то там... Ну а не знаю, там... То, что они не поддавались, это точно, но абсолютно очевидно, почему они проиграли. Ну вот это вообще было просто безобразие. Все, просто Dark Seer сейчас будет минус. Ставит неплохую стенку. Отличный ульт, ну! Нет. Все выживают. Вообще все выживают абсолютно. Вивер бьет Лину. Лина дает станд. В никуда. Dark Seer разобрали. В размен на двоих. Ну вот это получше. Ой, ну просто фаник. Это, знаете, чисто потому что фаник. Что ты сделал, Магнус? О боже. Такой вообще просто смелый. Shadow Demon убили. Или это Shadow Demon выложил гем? Да, наверное, Shadow Demon выложил гем Магнусу. 3 в 1 размен на Dark Seer. Но, опять же, там был только один ультимейт скастован, который уже откатил. И как-то, как-то все просто на пофиг пошли АЛ. Оказывается, Квопа все-таки тоже очень много урона наносит. Есть такое мнение. Байбек есть? Байбека нет? Байбека нет? Байбека нет. Печально. Минус бараки можно сделать. Гирокоптеру не лезть. Да, это минус бараки. Так. Ну что, есть еще шанс у Empire выиграть эту игру. Хотя преимущество все равно. Ну то есть, да, минус бараки, но это не дает им прям преимущества большого. Тем более, Магнус сейчас будет. Reverse Polarity. Увозит Бейн. Не успевает схватить этого Магнуса. Разбирают одного. Гирокоптер прожал зачем-то. Ой, какой кривой хукшот от Клопверка. Мог сейчас еще и минус Бейн сделать. Хотя Бейн, скорее всего, и так не уйдет. Бедный Бейн. Великолепно. Просто. Браво. Клоппа запрыгивает. Клопверка положили. Рокет-бараж очень жесткий. Стенка. Ну здесь просто ял сейчас разлетел. Блин, какой ты рачок. Игра полна сюрпризов просто каких-то. Ну вы видели, да? Для тех, кто пропустил, Магнус завязал рефрешер, ульт и в молоко и куда-то полетел. Топ? Ну топ-30 точно команды мира. Да даже топ-20, наверное, входит. Такой вообще просто. Текст гирокоптера. БКБ не успевает включить. Просто минус гирокоптер. Я говорил, что он не успеет включить БКБ? Я говорил. У него, на самом деле, у него там был кулдаун. Еще единичка. Покупается. Бараки бьют. Бараки падают. Две стороны это уже очень серьезно. Квапа очень-очень-очень много урона получает. Сейчас получит еще урон от яда, но это все фигня. Гирокоптер забирает Бэйна. Не, эту игру Эмпайр уже не отдадут. Но это просто сами все сделали. Вот реально, будь на месте Absolute Legends, да любая команда, которая осталась сейчас в плей-оффе диффенса, пожалуй, что любая, это был бы проигрыш для Эмпайр. Но, блин, юзануть ульт в землю и потом даггер, это плохо. Это очень плохо. Это АП, ТБ, раки. 1К+. Самое забавное, что все равно еще АЛ имеют какие-то шансы. Призрачные, конечно. Но все равно это Магнус и можно очень жестко все сделать. Ну, то есть, парочку ультов. Это уже 8 секунд стану. Потом стан Лины. Это еще там, блин. 1.6. Почти 10 секунд нужно простоять в стане. Ооо, как иллюзии мастерски развел. Сбивайте там бул, бутцы. ДД, гирокоптер. Ой, теперь даже БКБ жалко активировать. Да. 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 Вот это да. У Рошан остается щида на ЭХП. В этот момент запрыгивает Магнус, забирает Аегис. Забирают сыр. Рефрешер отменяет Миракл. Оказывается, он умеет отменять ульт в землю. Я-то думал, он совсем... Блин. Сыр не подобирают. Сыр только сейчас Лина заберет. Забирает сыр. Забирают Аегис. Опять выравнивают по ЭХП статистику. Гирокоптер даже... Вот гирокоптер молодец в этот раз. Он не сразу включил ультимейт. Он сделал два удара под ДД. И только потом... Ой, ультимейт. БКБ. Только потом включил БКБ. Ну, чтобы не сбросилось. Все равно сейчас хрен залетишь туда. Потому что поставят Андайен к Тамбу, Дарксир стенку в стяжку. И все будет очень плохо. А там тоже рефрешер будет и две стенки. И, кстати говоря, тоже, знаете, так вот... Если все не четко сделать, Дарксир здесь может очень многое порешать. Великолепный блинг от Бэйна. Да, Аэл умеет играть кто-то. Оказывается. Ну, молодцы, молодцы. Да, тут ничего не скажет. Магнус. Хукшот. Есть еще до сих пор Аегис. Кура опять прилетает в пыл битвы. Ну, вот сейчас, да. Сейчас, наверное, Магнус все свои косяки исправил. Реально очень четко. Ульт отвез под станчик Лины. Аж приятно было посмотреть на такой хороший тимплей. Там Сайлант великолепный блинг выедал куда-то в кусты. Но, кстати говоря, этот блинг реально был не так уж и плох. Потому что он во многом ему спас. На несколько секунд жизнь. Но это сейчас минус. Что у Магнуса? У Магнуса нет. Будет ни того, ни другого. Есть уже неплохая ульта. Хороший скрим. С квакой никак не разобраться. У него Линка. Хексат. Сыр передают Герокоптеру. Очень своевременно. Спортификацион. Очень битая Квапа. Пытается сбить ракету. Получает много урона от этой ракеты. Но не так, чтобы очень много. Нужно отсюда отступать. Магнус сохраняет Саегис. Хороший момент. Минус сторона. Сверху падают бараки, естественно. Да, Эмпайр, конечно. Вот скандал прям знает, когда можно дать блинк в эту кучу и там раскастоваться. Потому что нет у него кого скиллов. И прямо он это чувствует. И даже если ему кто-то один дает скилл какой-нибудь, то у него, как правило, Линка срабатывает. А второй какой-нибудь, ну ничего страшного. Там, допустим, дали ему ульт Шадоу Демона, а сверху какую-нибудь там ракету поставил Герокоптер. Пока долетит ракета, пройдет очень много времени. Заюзали Смоук. Этот Смоук вряд ли видели. Здесь иллюзии Шадоу Демона стоят. О, иллюзии Шадоу Демона с Гемом. Вот это красота. Какая ирония судьбы. Просто иллюзии Шадоу Демона с Гемом палят всю эту атаку. Хотели пройти в Смоках, сделать мега крипов. Теперь непонятно, что вообще будет. Опять, уже 12 тысяч преимущество у Редиентов. И 4 тысячи золота они выигрывают. Это драка после школы. Это драка даже до школы, во вторую смену. Пока мама на работе, поиграю-ка я в дотку. Беззащитного экрана на мониторе. Блин, кто-нибудь помнит вообще, что такие штуки, оказывается, были? Зомби захиливается. Идут в финалочки. Локтерк, великолепный врывчик. Зачем? Ставится дамба. Не успевает ничего сделать. Рефрешер. Хорошо, Магнус стирает двоих. Тамбу нужно ломать. Тамбу ломаю. Дарксир получает кучу урона. Посмотрите на Лину. Маня просто бешеный. Квапу отвозят, типа, давайте без квапы подеремся. Очень битый гирокоптер. Гирокоптер очень больно. Гирокоптер убивает скандал. Его закрывает. Включает свою тарахтелочку. Стан и... Минус скандал. В этот раз он погрячился. Вивер возвращается в драку. Гирокоптер выкупается. А там байбеков-то я боюсь, что и нету. Вакуум. Неплохо. Шадоу Демона бьет. Магнус. Шадоу Демон убивает сам себя иллюзией. По красоте. Ох, вот это да. Здесь хорошо сыграл. И Даркси разменен на Шадоу Демона. Что не очень хорошо. Гирокоптер после байбека может идти куда-то в атаку. Ставит виверу ракету. Ну, нужно, конечно, идти аэлланс пушить, если они хотят что-то выиграть. С другой стороны, тут вивер, и его не забрали. И это не 5 в 0. Это 4 в 2 даже получилось. Гир без байбека. Еще раз повторяю. По фарму, кстати, гирокоптер побольше, чем вивер имеет. Плюс имеет Доминатор. Да, флоткан вообще работает. Виколеп. Бам-бум. Бам-бам-бам-бам. Вивер уйтит. Уходит. Ульт Лины. Бежит вивер. Пытается уйти. И за ним Магнус с Аегисом. Вивер просадили. Ульт Лины. Ну, ульт Лины реально небольшой кулдаун. С другой стороны. Молодец. Блава. Молодец. Хорошо живет. Тянет кучу времени. В итоге, несмотря на эту выигранную драку. Ну, конечно, то, что драка выиграна, это печально. Все равно. Я говорю, пик очень сильный. Тут у гирокоптера уже Доминатор. Сейчас будет Сатани. Как его убивать? Хрен пойми. То есть у него закуп уже мощный. Он загрейдит Яшу в манту. Плюс получит статы. Плюс урон. Плюс еще иллюзии у него будут. Он загрейдит Хелму в Доминатор в Сатаник. Получит, опять же, плюс ХП. Плюс урон. Плюс бешеный лайфстил. У Магнуса наверняка откатил опять уже. Нет, рефрешера еще нет. Ну, кстати, Аегис у него кончится. Он уже не успеет его разменять. Клоппер хорошо инициирует все-таки. Опа. Да. Вот это действительно синициировал, так синициировал. Неплохо отвезли Бэйна. Минус Бэйн. Два в ноль. Зачем? Опять же, непонятно. Клоппер пытается найти. Мне кажется, чуть-чуть он по фанику не попал. В инвиз хук прекрасно бьет. Да, это при том, что Магнус ни одной ульты не потратил. Барабаны чьи-то забрал. Зачем? Не знаю. Не могу понять. Зачем ты их выложил в вертолет? Верни их обратно в вертолет. Вернул вертолеты. Очень странная игра. Сверху подпушивают крипы и вышку. Ну, тяжело будет Империи выиграть. Реально только вот какие-то типа из серии ульт в землю помогут им выиграть эту игру. Потому что уже этот Магнус с Герокоптером, которые уже имеют больше денег, чем команда Эмпайр. Вот 20 тысяч Герокоптер и 14 Магнус. Это очень-очень хорошо. Шадоу Демон уже тоже имеет семерку. Ну, то есть семерка это такой нормальный. Вот пайп у него там, ПТ-шка, попробуй меня еще убей. Герокоптер продает, покупает. Что? Ну, это только один айтем. Никаких Эбисалов, никаких. Радианцев на Герокоптере не собирают. А есть только три айтема, которые можно собрать с помощью Сакры Трелика. Это Радианс, это Эбисал и это Дивайн. Дивайн Рапира. Божественная Рапира. Ну, может быть и правильно. Он реально с Рапирой всех положит просто в мясо. Тут, конечно, тяжело будет Империи, если они не смогут законтрить этого Герокоптера. Ему просто нужно держаться чуть-чуть сзади. Влетает Клокверк, ставится там Тамба, все дела. Влетает Магнус. Герокоптер просто бьет по Тамбе, чтобы ее сбить. При этом флагкэноном разбивает лицо вообще абсолютно всем. Сори, ребят, снег написал, не было ответить. 55 на 44. У Эмпайр все. Могло бы быть и хуже, скажем так. Клокверк потратил ульту, можно говорить, а можно говорить... Да и фига с ней. Потому что у него пулдаун 12 секунд. Клокверк находит. Беги, беги, Клокверка, беги, беги. Сквыщ в своего. Хорош. Все, Клокверк не нашли. Уходит скандал. Тянут. Все правильно делают Эмпайр. Растягивают как-то оборону. Не дают драки 5 на 5. Ну просто драка 5 на 5, это очень плохо. Кстати, у Магнуса Кераса сейчас будет. Вот это реально очень плохо. Здесь оставляет на байбэк. Ну то есть он купил Сакрат. Это плюс 60 к урону. Это уже неплохо само по себе. Понятное дело, что плюс 60 и плюс 300. Циферки несколько разные. Да, с недавних пор Рапира дает именно плюс 300 урона, а не 250. Как было в первой доте. Нереально большое количество времени, по-моему. Ну вот подняли еще сегодня Рапиру, чтобы ее было... Если уж ты покупаешь, то, блин, так покупаешь. Просто плюс 300 урона. Да. Очень ценно это. Очень универсальный. Потому что иногда ты не можешь себе... Великолепные ульты от Локверка. Я просто поражаюсь им. Но либо он прикалывается, просто специально дает их в лину. Либо это какой-то тупняк. А давайте в квапу, по-моему, не получится. Там же Ленка... Не, ну Ленка не должна блочить Хук. Хук, Локверка, Ленка блочить не должна. Я не знаю, вот сейчас есть ли тайминг на Рошана. Самый такой момент. Все видите? Тайминга на Рошана, судя по всему, нет. Долго, минулся, что-то минул. Бакуша. Вот, видят, видят ракета. Все прекрасно видят. Бегут туда, сломят голову. Вертолет с Дивайном АДД. 600 с хреном урона. Опять сейчас дежавю какой-то будет. Сейчас может все очень плохо кончиться. Клокверк дает хукшот. Очень битый Рошан, нужно его добивать. Гирокоптер. БКБ. Все, это просто минус все. Вивер забирает сыр, забирает Аегис. Неплохо. Клопа тут же байбекается. Вивера кладут. Клокверк отлично ультанул, закрыл Дарксира. Просто посмотрите, какие куски отрезает Гирокоптер от Дарксира. Трипл килл у Гирокоптера. Трипл килл. Это просто охренеть. И Магнус еще не использовал рефрешер. Лава сзади с сырком. Лава подобрал Аегис и каким-то образом подобрал сыр. Каким, я вообще не представляю. Как он это все сделал. Но если бы не он и Аегис забрал какой-нибудь вот этот человек, это было бы все очень плохо. Сейчас есть сыр, можно еще как-то повоевать. Но хотя сыр, не сыр, это нереально, по-моему. С Гирокоптером с Рапирой под Эмпауэром у него без ДД 655 урона по всем. Он за залп снимает 3000 хп. За 2 секунды он снимает больше 10 тысяч. Потому что он делает более 4 атак. Он делает там порядка 5 атак, мне кажется, за 2 секунды. Представляете, что это такое за чудовище? Есть фортификейшн. Раз, два. Просто и ульт. Два выстрела Гирокоптера. Как ульт Лины. В сон кладут. Будите, будите. Поднимают воздух. Бам! Бам, бам, бам. Гирокоптер просто охренеет всех месяц. Бэйн выкупается. Если сыр у Вивера, Вивер еще не прожал сыр. Просто Эншент начинает атаковать. Получает Хекс Гирокоптер. Неплохо. Сейчас есть шанс убить Гирокоптера с Рапирой. Ну! Нет. Ни хрена нет шансов. ГГ. Неплохо. Неплохо. Убивают Гирокоптера. Дивайн валяется на земле. Нужно подобрать. Дивайн подбирает его Шадоу Демон. Эншент. Жив. Лина убивает Дарк Сира. Бэйн. Схватил. Неплохо. Вивер должен забрать Дивайн. Вивер забирает Дивайн. Глава. Умница. А вот теперь ничего не ясно. Глоппер выкупается. Не, Гирокоптер все равно страшный. Даже без Рапиры. Ну, понятное дело, что с Рапирой Вивер теперь тоже очень много урона наносит. Блин, какая игра. Это просто охренеть. 62. Преимущества нету по золоту. Только по опыту у А.Л. И Рапира теперь у Блавы. Просто минус 6000 у Гирокоптера плюс 6000 в Блаве. Не знаю. Наверное, слишком рано начали битеншен. Нужно было после размены немножечко отойти, перегруппироваться, там, чем-то отхилиться. А, теперь тяжелого будет в инвизе. В инвизе Блава. Покупается Гиперстоун. Ой, Мирокоптера, в инвизе, конечно. Покупается Гиперстоун. Есть у него байбэк? Да, у него есть байбэк. То есть он не умирал. Там и у Блавы есть байбэк. Есть манта. Урона тоже у Вивера много. Но проблема в том, что у него ХП 2800, которые могут пробить все равно. Ой, какой битый эншен с этой стороны. То есть здесь с одной стороны битый эншен, здесь с другой. МКБ у Квапы, хорошо. Рефрешер Дарксира. Да, две стенки, конечно, могут реально много беды сделать. Ну, надо понимать, что иллюзия Гирокоптера была без рапиры. Ну, то есть урон с рапиры не идет иллюзии. Естественно. Хевенс Хелдер тварит себе Клокверк. У него, кстати, есть уже, по-моему. А, нет, 1800 стоит. Да, сотки ему не хватает. Снизу, снизу, снизу. Раз, два, три, четыре. С одной стороны Вивер, с другой ломают эншен. Вот это хорош. Магнус с одной стороны. Ой, а там все плохо. Магнуса убили. Нужно байбекаться. Он выкупается. Эншен атакует. ВКБ Клокверк пытается настрелять что-то. Дарксир ставит первую стенку. Умирает после первой стенки. Лава тоже умирает. Вивер пытается убить. Ой, Виверу как больно. Вивер уходит. Эншен бьют все крипы. Остается у него 26 хп. Ну, добей, Дженшен. Все, гг. Только я не знаю, БО-1 или БО-3. А, ну БО-3, судя по тому, что две ячейки. Да, то есть сейчас еще одна была игра. Будет игра. Офигеть. В общем, сейчас буду перезапускать стрим, но вы об этом все услышите. Только небольшую, наверное, рекламочку дам. И перезапущу. Спасибо.